всем огромнейший привет хотите воскресное видео мы едем по полям моя соседка сегодня утром нас под керосином сказал что она за смородиной ездила в посадке за лесной смородиной ну как лесной она сейчас считается это золотистая она у нас растет по посадкам раньше сажали сейчас уже кусты конечно все старые стали раньше все ездили ее собирать но уже давно не есть и вот мы решили пока тут час есть перед коровами поехать в посадке посмотреть да есть вот бензин вот едем заодно подумала что вот смотрите поле видите закультивировали недавно что-то скорее всего или посадили или под осень подозим приготовили вот такая у нас бедная растительность это у нас толк бывший накрыто все зерно там хранится пожалуйста бывший ну да он не бывшего сейчас тоже ток честно говоря как-то он необычно выглядит мы ездим постоянно в траве всегда это четко нет а это навоз сюда привозили с этого знаете откуда со свинокомплекс короче привезли выгрузили типа наверное отчитали что навоз вывезли все свезли на поля положили около полей и он здесь уже лет 7 наверно лежит в общем навоз хотел сказать гниет навоз конечно не гниет вот так здесь у нас начинаются такие бескрайние поля 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 все засажено у нас здесь сажается это кстати я знаю что просто меня местные смотрят в том числе и ширеев есть такой у нас футер ну можно сказать неподалеку вот здесь напрямую если ехать на километров 15 по полям а если по трассе в объезд километров 30 не знаю что у меня есть подписчица из ширеев вот для нее специально я писала что мы можем проехать при желании через поля здесь в общем знаете дорога лучше чем асфальт накатывают за лето очень можно гнать прямо такая мягкая проселочная вот такая хорошая дорога он еще одна темная куча друзья это тоже навоз но у нас вот знаете я не знаю у нас кругом одна показуха причем мы приехали остановились можно сказать тут в начале посадки ну да здесь есть вот такая крупненькая я взяла с собой небольшую баночку ну где-то 08 сейчас наберем раз не зря приехали друзья напротив пшеница когда вам говорят по телевизору что в россии будет рекордный урожай зерна но судя по всему этому надо верить посмотрите вот это желтое поле это пшеница озимка дай бог как говорится чтобы было такой хорошая погода чтобы была хорошая погода для того чтобы все могли скосить и вот такие желтые поля у нас до самого горизонта вот ведь это вот заканчивается все везде 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 желтенькая там где мы были сейчас ну там победнее конечно растения видно сразу она вот эта пшеница наверное мне по пояс а там где мы были до этого такая реденькая любой человек у нас в стране дачник-огородник ну и соответственно может понять какая у нас пшеница хорошая или плохая хорошая на самом деле так что всей европе привет я не знаю как у вас а мы вот на подножном корме проживем до николай петрович пойдем курицу зарубим нас почему россию она такая блин короче хотела сказать сразу почему мы не потопляемые вот все говорят ну да они в общем такие сики и потому что они цивилизации типа не видели не привыкли не привыкли летать не привыкли есть ничего хорошего в жизни не видели поэтому тип того сложности не боятся а чё нам бояться мы на самом деле не привыкшим если чего вот подкус залезем ягод наедимся и хорошо а человеку на самом деле много не надо личные самолеты виллы в италии все излишества на самом деле человеку чё надо поесть чуть-чуть попить тепло что было дрова так сказать не как в польше хворост вот и поспать вот и чтобы любовь была и взаимопонимание что нам еще надо ничего не надо чё тебе захотелось любви захотелось любви друзья хочется всегда вон он с банкой ушел вперед да я к тебе высыплю в баночку вообще вот это дело конечно так не собирается это надо вот на шею подвязывать такую типа бутылку либо вот понятно мой муж добытчик пока я тут с вами свистю вы видали он че уже набрал в общем друзья вот так происходит мне пришлось уйти оттуда потому что ветер дует задувает у меня сенсор выключается сразу а здесь вкус не очень сильный ну тем не менее не ну это вообще не интересно собирать ведь мелочь прям совсем мелочи мне по плану подойти к полю показать вам ночью скрашу ваше воскресное одиночество вам скучно не мне же одной спать я вам в телеграм-канале рассказывал говорю сегодня полдня провалялась ему тоже пролежал устали все равно вот это бесконечная переработка но она не то что бесконечно вот это гонка огород коровы еще что-то youtube мужчина ну конечно не с этого куста вообще не интересно собирать учить но это вообще это сколько надо простоять чтобы что-то насобирать очень долго у меня такое чувство что тут куст был самый такой самый сильный я иду вперед нет в сильных кустов нефти вот это нет вот пшеница друзья верите держу пальцем держу пальцем кнопку в общем друзья мы едем назад пока я там пытался вам заснять ветер постоянно гасит мой телефон николай петрович от видите набрал стакан смородины а мы компакт сварим вечером он такой вкусно это смородина вообще очень у меня там буквально отрывки по несколько секунд это пока ветер телефон не гасил вот эта пшеничка вы видите какая хорошая я не знал не знаю попал на запись или нет когда я говорила как вы заметили мы приехали домой и мне нужно подготовить пух знаете как подготовить вот этот щипанный пух месть хороший завтра должны поехать чесать смотри полин господи сейчас вот не поверите ненавижу это вот это вот все происки моего мужа николая петровича смородины конечно хорошо собирает может все сделать вот это все сделал он но блин электричество на соплях вы не поверите там не розетки там просто два проводка и вот эти вот вот чем вставляется в розетку и вторая лампочка точно так же две какая-то какие-то вот фигни вот просто замотана изолентой вместо обычной розетки и ему комфортно с этим я не мог мне все это так действует на нервы чтобы вот это все включить я получается тряпкой обмотала вот это вот и вот вот так воткнула в расчете на то боясь вернее того что меня может долбануть током он постоянно вот на этих скруточках короче вот с этим пухом здесь все нормально его перебирать не надо никаких репьев выдирать не надо так света лучше чем вот он есть здесь уже не будет хороший пух смотрите он прям щипанный вот его надо почесать завтра будет это все попать он вот один нашла репешок ответьте моего кинем на пол это меня потом надо еще будет сюда прийти или нет и вернее я его не буду весь однотонной я его брала судя по всему только с боков я уже не помню здесь что-то светлое то ведь вот эти светлые вкрапления по идее биос такого светло-серого пуха их надо рассортировать по всему остальном что полоса ты не был когда прячь начнешь может получиться полоса внутри вот щупает пакость тут репешок но с этим все ясно я потом еще повнимательнее посмотрю то если сейчас прямо так узнаете это я может сказать вам показываю это не делал если сесть и начать разбирать естественно это знаете дело а если сейчас начну садится разбирать я вам видео никогда не выпущу но это вот это вот такой вот видите какой серый подваленный пух вот такой тоже чешут чё вот тоже не буду пока разбирать так это потом стриженый садла вот вам с репьями хороший белый пух я брать не буду потому что мы чешем серый вот и тогда в белом будут ой соломи но это сто процентов моя коза валя по валялась по соломи гляньте с мусором вот это надо конечно перебрать пушок тоже хороший щипаны или стрижены так ладно это мы потом разберемся сочкой хороший вот это надо перебрать цвет красивый серый тут у меня и щипаный и наверно стриженый репьево блин да вот это все надо повытащить хороший пух там хороший вот такие друзья дела вот это вот мы поедем завтра чесать пух я показала конечно не весь вот еще коробка с пухом я еще дома там есть вот смородина поближе смотрите которую мы собрали и и сейчас нужно освободить от листиков и от носиков если бы не было не лень можно было пирожков или вареников с ней сделать они такие вкусные я не буду возиться с тестом вот вместе чуть вообще ничего не охота делать но на компотом вообще вот такой просто шикарный получается компотик мы конечно сварим обязательно но так друзья вот такое вам воскресное видео не знаю будет вам интересно или нет но я думаю что да потому что те вещи которые показываю я вы больше не увидите нигде вот как-то так всем пока я все время забываю показать посмотрите у меж гортензия свела для кого-то это может быть не новость а для нас гортензия для меня это я прям достижение видите я специальную за мангалом посадил вот здесь у меня хосты вот здесь прям грядочка как я выхожу все время помните и все время показываю а ее получается не видно а я ее специально посадил в такую глубокую тень потому что я сколько сажал этих гортензии она у меня просто-напросто на солнце высыхает выжигает я так понимаю что она должна к осени стать розовой и узнать что интересно вот такой куст гортензии когда я ела сделал в питомник я его в этом же питомнике и брала за 500 рублей по весне а летом он с бутонами стоит уже то ли ты что ли полторы тысяч то же самое вот так у меня здесь еще одна есть так вот это через хосты пробраться вот растет вот она вот здесь вот 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 бутончики выпускает не знаю не помню чего брала еще вот что цветет ведь рудбеки так ладно друзья пошли видос монтировать колючка я не вижу надо ее выдрать вытернет порвать на так ладно она не выдергивается перчатки надо одевать друзья в общем это все потом много у меня всяких интересностей